МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Генеральный спонсор показа – компания Нестле. Добрый день! С сегодняшнего дня на канале РТР Молдова стартует новый проект, в рамках которого каждую неделю доступным языком ведущие специалисты страны будут рассказывать вам обо всем, что связано с планированием и созданием здоровой и счастливой семьи. А также поможем вам разобраться в вопросах, которые возникают от момента принятия решения зачать ребенка и до момента его появления на свет. Другими словами, каждую неделю мы будем говорить с вами о чуде, о чуде ожидания, о чуде рождения, о чуде воспитания, о самом большом чуде на свете – о наших детях. Итак, давайте пойдем от самого главного – планирование. Давайте сразу разберемся, о чем стоит задуматься, как только возникла мысль о том, чтобы стать родителями. Конечно, каждая будущая мама счастлива по-своему, но точно так же, как и другие, в первую очередь, настоятельно желают знать, что делать. В данном случае ответ на вечный вопрос очевиден. Как только вы получили подтверждение своей беременности, стоит определиться с надежным специалистом, который поможет сделать ее легкой и радостной, а впоследствии появиться на свет здоровому малышу. Врач, успешно принявший роды у лучшей подруги или светила мировой величины. Консультация при родильном доме или частная клиника. Предложений множество, но какое из них подходит именно вам. Официальная медицина признает, что беременность не является болезнью, но именует при этом будущих мам пациентками, и никак иначе. Таким образом, выбирая медицинский вариант ведения беременности, вы садитесь в пассажирский самолет, пристегиваете ремни и полностью доверяетесь квалифицированному пилоту. От вас требуется лишь неукоснительно следовать рекомендациям. К примеру, не курить во время полета, правильно питаться и вовремя сдавать анализы. Прежде чем раствориться в заботливых объятиях доброго доктора, убедитесь, что ваше с ним отношение к медикаментозному вмешательству в процессы беременности и родов, частым посещением врача и использованию терапевтического лечения полностью совпадает. Больший выбор позволяет вам учесть и заранее говорить с врачом множество нюансов. К примеру, вы можете выбрать медицинский центр, специалисты которого помогут заменить все химические препараты на гомеопатические, а вместо витаминов для беременных предложат сбалансированную диету. А также пройти ряд дополнительных обследований плода на предмет наличия патологии или, напротив, отказаться от их стандартного набора, если вы беспокоитесь, что они могут нанести вред малышу. Сценарии беременности и родов могут зависеть от вас практически полностью, но лишь в том случае, если вы готовы нести полную ответственность за себя и своего ребенка. Когда женщина узнает о том, что она беременна, ее образ жизни кардинально меняется. Она начинает есть фрукты и творог, много времени проводит на свежем воздухе, посещает театры и выставки или просто начинает вязать носочки для будущего малыша. Но гинекологи и генетики считают, что если женщина хочет родить здорового ребенка, она должна менять свою жизнь не в тот день, когда врач сообщил ей приятное известие, а значительно раньше. Если вы привыкли все в жизни планировать заранее и к вопросу появления ребенка подходите крайне ответственно, за год до предполагаемого зачатия начинайте вести здоровый образ жизни. Занимайтесь спортом или гимнастикой, укрепляйте мышцы живота, а что самое важное, откажитесь от вредных привычек. Посещать врачей за такой большой период времени до предполагаемой беременности совсем не обязательно. Если только в вашей семье или семье вашего супруга не было серьезных проблем со здоровьем, таких как нарушение психического или физического развития, а также недугов, которые передавались из поколения в поколение. А вот за пару месяцев до предполагаемого зачатия визит врачам нанести обязательно. Обследование, каких специалистов необходимо пройти и какие анализы следует сдать за пару месяцев до предполагаемой беременности, об этом нам расскажет холостенко Тамара Евгеньевна. К сожалению, только 10% из всех беременных планируют свою беременность. Это плохо. Перед планированием беременности пара должна обратиться к врачу, пойти на консультацию, не только гинеколога, уролога, но желательно и других специалистов, особенно если имеются еще какие-то экстрагенитальные проблемы. Врач, обследуя их, решит, нужны какие-нибудь еще дополнительные обследования, нужно какое-то лечение. Они обязательно должны поставить в известность врача, что они планируют беременность, потому что это направит врача, как назначить лечение, какое лечение назначат, не будет ли вредно в этот период назначать какое-нибудь лечение вредное для этого периода. Очень важна консультация стоматолога, санация всех хронических очагов инфекции. При наличии хронических очагов инфекции, конечно, нужна полная санация до наступления беременности. И не хочу особо обратить внимание на санацию зубов полости рта обязательно, потому что кариозные зубы являются очагом инфекции, то, что нам абсолютно не нужно во время беременности. Далее, перед визитом к врачу очень хорошо подумать и вспомнить о всех заболеваниях, которые женщина имела в своей жизни. Может быть, в семье какие-нибудь наследственные заболевания, какое-нибудь рождение детей с пороками развития, потому что это очень важно, это очень важная информация, и врач должен знать, как поступить и как направить обследование данной пациентки в процессе подготовки ее к беременности. Какие анализы мы рекомендуем в период планирования? Общий анализ крови, общий анализ мочи, которые дают нам вообще общую информацию о состоянии здоровья организма. Обязательно анализ крови на гепатит B, так называемый австралийский антиген. Анализ крови на сифилис, на венерические заболевания обязательно. Анализ благоличных выделений на трихомониаз, на гонореи, на такие заболевания. Еще на ряд урогенитальных инфекций, которые в последнее время очень актуальны и очень часто встречаются, такие как микоплазма, уреоплазма, хламидия, цитомигаловирус, который может нам много навредить во время беременности, таксоплазма. Если что-то выявляется из этих инфекций, то, конечно, это все надо лечить до наступления беременности. Эти инфекции очень пагубно влияют на плод, особенно цитомигаловирусная инфекция, также хламидия, микоплазма, уреоплазма. Значит, они имеют такую способность проникать через плацентарный барьер и, конечно, инфицировать и плод, и плаценту. И, конечно, в таком случае появляется очень много осложнений. И в первом триместре беременности, которые могут быть самопроизвольные выкидыши, замерзшие беременности, то есть остановка развития на определенном этапе беременности. И в более поздних сроках они тоже могут проявляться. То, что может кончаться и мертворождением, и преждевременными родами, и различными аномалиями развития плода. То, что, конечно, это очень нежелательно. Поэтому вопрос о планировании беременности является очень актуальным и очень нужным в наше время. У нас каждая вторая женщина имеет хронические гастриты, панкреатиты, холециститы, которые во время беременности очень часто обостряются. К сожалению, беременность не лечит ни одни заболевания. Некоторые беременные говорят, я себя хорошо чувствую, но это не совсем так. Это просто такое обманчивое явление, потому что обострение этого заболевания обязательно будет на любом этапе, если не держать это все под контролем. Если женщина здорова, и мужчина здоров, и нет других заболеваний, и она нигде не состоит на учете, то семейный врач, к которому она пришла, или врач-гинеколог, к которому она пришла, он сам решает, следует по анализам, которые она сдала, врач решает направить еще ее на какие-то другие консультации. Еще я хотела бы обратить внимание на такие заболевания, как краснуха, как варичела, как на русском языке ветрянка, ветряная оспа. Потому что эти инфекции, если женщина будет контрактировать их или заразиться этими заболеваниями во время ранних сроков беременности или вообще во время беременности, они дают очень большие проблемы, типа аномалии развития. И поэтому следует проверить в период подготовки к беременности свой иммунитет на вот такие заболевания. Если женщина не переносила заболевания в детстве, не болела краснухой, ветряной оспой, значит, в таком случае ей могут предложить вакцинироваться для того, чтобы выработать иммунитет. И после вакцинации, как обычно, рекомендуется 2-3 месяца повременить с зачатием и не прерывать контрацепцию. Если есть проблемы со стороны со здоровьем у мужчин, конечно, то мужчина тоже должен сдавать анализы. Он должен консультироваться у уролога. Если женщины идут к гинекологам, то мужчины к кому ходят? К урологу, к андрологу ходят мужчины. В рождении ребенка принимают участие двое. И здоровье будущего малыша зависит как от здоровья мамы, так и от здоровья отца, и от полноценности мужской клетки и женской клетки. И последний этап к наступлению беременности, это, конечно, является отмена контрацепции. Тоже есть такое мнение, может быть, наши женщины читали где-то, или кто-то им сказал, что вот если отменить сразу контрацепцию, независимо, какую оральную, или излечение внутриматочной спирали, то нельзя беременеть 2-3 месяца. Но это не совсем так. Если назначенные анализы, обследования, которые женщина прошла в пределах нормы, нет отклонения от нормы, конечно, она может беременеть. Подытожим, какие анализы необходимо сдать за пару месяцев до предполагаемого зачатия ребенка. Общий анализ крови покажет общее состояние вашего организма. Общий анализ мочи покажет состояние почек. Кроме того, необходимо сделать биохимический анализ крови и анализы крови на гепатит, спид, резусфактор и гормоны. Кроме того, необходимо сделать анализ, который называется торч-комплекс. Он выявляет антитела на краснуху, герпес и другие заболевания. Обоим супругам необходимо сдать анализы на выявление инфекций, передающихся половым путем. Но помимо всех этих медицинских нюансов, не менее важным остается и психологический фактор. Ведь всем давно известно, что нет никого более ранимого, трогательного, нервного и раздражительного, чем беременная женщина. Итак, беременность и роды – это самые ответственные периоды жизни любой женщины, а значит, каждой беременной. Всегда нужно помнить, что любые стрессы оказывают непосредственное влияние не только на развитие ребенка, но и на весь ход родов и беременности в целом. Именно поэтому поддержание себя в хорошей психической, психологической форме приходится неотъемлемой частью беременности. Если женщина начинает чувствовать, что она не сможет самостоятельно справиться с такими переживаниями, ей обязательно необходимо обратиться к специалисту. Большинство женщин начинают испытывать частые перепады настроения, и виной этому приходятся гормональные изменения, которые протекают в организме женщины. Здесь в первую очередь стоит отметить, что любая девушка в ходе беременности будет искать поддержку именно у своей второй половинки. А вот если муж не будет ей содействовать, то зачастую это приводит к сильнейшим эмоциональным сдвигам, что непосредственно влияет на ребенка. Необходимо понимать, что неустойчивое женское настроение будет напрямую ложиться на плечи супруга, и, как правило, с его стороны не должно быть непонимания. Он просто обязан оказывать ей всяческую помощь. А вот если психологические проблемы, которые беспокоят женщин, остаются неизменными длительное время, тогда, конечно, просто необходимо обратиться к специалисту, к психологу. И сегодня мы как раз пригласили в нашу студию психолога Ирину Цугутскую поговорить на эту тему. Добрый день. Здравствуйте. Итак, все мы знаем, что беременная женщина, она иногда средний вулкан, у нее постоянно меняется настроение, она очень раздражительная, впечатлительная, слезы на глазах от любой мелочи. Почему это происходит? Почему так меняется характер и настроение женщины? Ну, в общем, вопрос достаточно актуальный и часто задаваемый, потому что здесь хорошо бы понимать и саму психологию любой женщины в ее пренатальный и перенатальный период, то есть это период до родов и после родов. В этот период женщина меняется настолько сильно во всех отношениях и психологически, меняется ее сознание. И самое, наверное, неприятное в этот период, на самом деле это не так, но так это воспринимают женщины, это изменение ее тела. И в современном обществе это очень актуальный вопрос, особенно вот для психологов, то есть количество женщин, обращающихся к психологам за помощью, именно от неприятия вот этих изменений. Мы не готовы к этому, просто современная молодежь, которая становится матерью женщин, она не готова к этому абсолютно. Связано это с тем, что культура, она навязала некие свои стереотипы, и молодые девочки выращены, выросли на куклах Барби. Это образ, это не просто кукла, это целый образ, который в голове каждой женщины, как она должна выглядеть. Кроме всего прочего, современный мир предполагает социализацию, то есть мы привыкли общаться, мы привыкли где-то бывать, мы привыкли быть в центре внимания, и вдруг в одночасье это все изменяется. Первая причина – это изменение физиологического состояния женщины, то есть ей становится некомфортно, появляется токсикоз, она себя плохо чувствует, ее тошнит, она может чувствовать недомогание, это физиологические какие-то проблемы. И психологически, то есть из куклы Барби, из прекрасной леди, мы превращаемся потихоньку совершенно в другое, вот как я не знаю даже это назвать. На самом деле это прекрасно, но, к сожалению, культура это не пропагандирует, и поэтому современная женщина испытывает страшнейший дискомфорт от этого. Кроме всего прочего, самый близкий человек для нее в этот период – это ее муж. И естественно, что он ее полюбил или встретил такой вот куклой, красивой Барби, и вдруг эта кукла начинает трансформироваться. Хотя на самом деле, насколько я знаю, что многие мужья наоборот говорят, что им очень нравится, как выглядит их жена. Он врет, отвечают мне жены на консульт. Он обманывает, это он специально так говорит. Я говорю, да нет, он действительно искренне это говорит. Нет, это неправда, вот это нравится не может. Это культура. К сожалению, вот у нас отсутствует культура родов, культура беременности, культура ожидания ребенка. Нет, она просто не существует, у нас ее нет, нет этой информации, нет куда ее получить. Так вот, проблема состоит в том, что психология женщины настолько меняется, что она понимает, что вот эти трансформации не могут просто нравиться окружающим ее людям. И от этого начинаются вот эти вот изменения в ее психологии. На самом деле, вот это действительно изменение сознания. А как же ей помочь в этот период? Вот что сделать, чтобы ей облегчить ее психологическое состояние? Конечно, самым лучшим способом является это признание мужчины и поддержка ее. То есть, даже если вы сказали однажды своей женщине, любимой, я люблю тебя, и вот в этой форме я люблю тебя, ну, постарайтесь сделать это чаще. Или же, например, меняйте вот эти свои выражения, вот потому что, например, я люблю тебя любой, может быть, ей не нравится. Но если вы скажете, я так счастлив, что ты появилась в моей жизни, что у нас будет ребенок, ты самая прекрасная женщина, я хочу ребенка, только вот, это, наверное, любую женщину вдохновит, и она найдет в себе силы для того, чтобы пройти вот этот период красиво, рядом за руку вот с любимым, с любимым мужчиной. Но, к сожалению, этого недостаточно, совершенно недостаточно той информации, которую вот мы дадим за этот короткий промежуток времени. Я понимаю, что очень для многих женщин, девушек, мам молодых, нужны длительные периоды вот этой вот понимания этого процесса. Нужна школа, нужны беседы, нужны диалоги, нужны совместные вот такие вот встречи мужья, жены. И поэтому для этого вот существуют какие-то центры, я знаю, что их много в Кишиневе, но я вот предлагаю вам вот этот центр, да, центр йоги, в котором мы действительно проводим вот эти встречи, семинары и тренинги для того, чтобы женщина могла не просто принять себя в этом состоянии, а полюбить себя, чтобы она с достоинством несла вот эти 9 месяцев вот это счастье, радость быть матерью, да, и кроме всего мы научаем мужчин и их вместе, как вот, как пройти этот несложный путь. И много ли пап приходят на такие занятия? Да, обязательно об этом надо сказать, много, это такое, для нас это просто огромная радость, что папы, вот они из прошлого века в этот новый век, они приходят другими, они начинают меняться, начинают интересоваться. Это папы, которые на самом деле не безразлична, вот, судьба, да, своей любимой женщины и судьба своего ребенка. Они на самом деле интересуются, они хотят знать и каждый раз вот задается один вопрос, а чем мы можем помочь? Вот это вот прямо часто, вот даже вот последняя группа у нас была замечательных пап и они говорят, ну вот объясните нам, я все понимаю, ну что я могу сделать? Вот такой вот вопрос. И ответ был вот такой вот, я говорю, вот представьте себе, что вы идете в какую-то разведку и партнер ваш попадает в трудную ситуацию, да, ну что вы должны сделать? Наверное, просто быть рядом, вот просто не бросить его в трудную минуту, ну просто сказать ему, я здесь, я рядом, ты не переживай, я настолько буду рядом и столько времени тебе поспорить, сколько вот тебе понадобится, я просто хочу, чтобы ты это знала. И этого вполне достаточно. И знаете, один мужчина ответил, он сказал, вы знаете, я не знаю, что вы там два часа говорили, но вот это я понял очень хорошо, теперь я понял, что я могу сделать для своей... А вот какой-то конкретный прием вы можете сейчас посоветовать нашим телезрителям, вот мужьям, родственникам, который уже не выдерживает всех этих капризов и перепадов настроения беременности, вот что они могут сделать в какой-то сложной ситуации? Это тоже, конечно, терапия, то есть как бы это длительный период, когда вот надо научиться этому, потому что если я вам сейчас скажу, да просто контролируйте свои эмоции, это же разве так сложно? Я прекрасно понимаю, что это очень сложно, потому что когда вы не привыкли контролировать свои эмоции, то вам достаточно сложно это сделать в одночасье, то есть это нужно учиться этому, но самая простая из всех практик, да, это как досчитайте до 10, ну вот попробуйте не среагировать сразу на какой-нибудь каприз или какой-нибудь перепад настроения своей жены, да, а попробуйте просто досчитать до 10 и сказать, вот сначала это у вас будет так получаться сквозь зубы, я все равно люблю тебя, да, все равно люблю тебя, это срабатывает, а после этого подойдите и обнимите женщину, я думаю, что ни одна женщина не откажется и всегда поймет, то есть самая главная мысль, которую вы должны донести до своих любимых, близких, родных, мам, жен, это мысль, что ни в какой форме она вам не, она вам приятна, вы любите ее, да, в любых ее трансформациях, какая бы она ни была, это все равно ваша любимая женщина остается, поэтому вот самое главное, наверное, это вот это, а остальные техники, их много, с удовольствием мы поделимся с вами всеми секретами, приходите, мы будем рады вас видеть. Спасибо большое, это было, по-моему, очень позитивно, очень познавательно и полезная, мне кажется, информация, так что дорогие телезрители, дорогие будущие мамочки и папочки, поймите, что не только ваше физическое, но и психологическое ваше здоровье очень важно для будущего ребенка. Генеральный спонсор показа компания Nestle. Но вот чудо и свершилось, ваш малыш уже рядом с вами. Многим молодым мамам знакомо следующее состояние, вас с малышом привезли из роддома, вот он проснулся, заплакал, и что с ним делать дальше? Особенно страшно становится тем женщинам, которые в роддоме лежали раздельно с малышом и поэтому не смогли набраться ценного опыта по уходу за младенцем под чутким руководством медсестер и более опытных соседок по палате. Не поверите, но некоторые родители даже боятся взять ребенка на руки, опасаясь причинить ему боль или уронить. Чтобы не испытывать подобных страхов, необходимо знать, как правильно ухаживать за новорожденным. И сегодня мы пригласили в нашу студию специалисты, которые как раз помогают родителям в первые дни, в первые недели жизни маленького ребенка, только появившегося на свет. Это не анатолог. Некоторые даже не знают, что скрывается под таким интересным званием. И у нас сегодня в студии Виржиния Дмитриевна Жасану, специалист из клиники Медпарк, как раз не анатолог. Добрый день. Добрый день. Итак, объясните нашим телезрителям, что же скрывается под этим красивым названием? Название действительно очень красивое. Это очень специальность обширная, но тем не менее охватывает небольшое количество времени, но очень важно во времени. первые дни и даже целый месяц жизни новорожденного ребенка. Необходимость в этой науке появилась в 30-х годах прошлого столетия, и в 60-х годах прошлого столетия эта наука уже плотно обосновалась и имеет свой вес во всей медицине. То есть настолько важна эта часть жизни маленького ребенка, что для этого нужна была целая наука. Педиатрия – это одно, не анатология – это абсолютно другое. Врач-не анатолог – это тот человек, который не принимает роды, но находится в момент рода рядом для того, чтобы оценить состояние новорожденного ребенка и, конечно же, оказать необходимую медицинскую помощь, если он в том будет нуждаться. И это тот доктор, который на протяжении тех нескольких дней нахождения в родильном отделении, в послеродовом отделении, оценивает ежедневно состояние ребенка. И это тот доктор, который в первую очередь лечит и помогает деткам, у которых есть проблемы, такие как недоношенные дети, дети с задержкой внутриутробного развития, дети, которые подверглись асфиксией и различным инфекционным заболеваниям. Это тот человек, который должен и обязан знать всю беременность матери данной, как она протекала, насколько женщина здорова для того, чтобы знать, что ожидать от этой матери, какого ребенка ждать от этой матери. Это тот человек, который весь первый месяц жизни находится рядом с вашим малышом и в ваших интересах показаться именно к этому врачу, в этом промежутке времени жизни ребенка. Ну вот действительно, когда особенно ребенок первый, родители даже не знают, с какой стороны подойти к нему, как брать, как пеленать, вот какие тонкости, на что в первую очередь... Вот для этого и существует эта профессия. Доктор вам, кроме того, что окажет нужную медицинскую помощь, он вас еще и как бы образует в этом плане, то есть он расскажет вам, как себя вести с малышом, когда он ведет себя правильно, то есть когда он ведет себя как здоровый малыш и когда он ведет себя как больной малыш, когда ему плохо, когда ему хорошо, а также даст вам советы в плане того, как кормить, как правильно его прикладывать к груди, как его правильно одевать, как его правильно гулять, купать, а также делать гимнастику и массаж. То есть это тот человек, который вам даст такие навыки уникальные, просто которых практически другой доктор вам дать не сможет. Но такие специалисты, они есть только в каких-то частных медицинских центрах или они уже есть в обычных поликлиниках? Они есть везде. Я не в курсе, как насчет поликлиник, но то, что они есть в родильных домах, это 100%. То есть в каждом родильном доме нашей страны и любой другой страны мира такая специальность есть. А также, конечно же, в ведущих поликлиниках, каких-то больших перинатальных центрах. Вот где эта специальность встречается. Просто действительно, надо сказать нашим телезрителям, что вы можете сами обратиться, сами найти этого специалиста, обратиться к нему, потому что действительно не зная, они и не знают, кому задавать вопросы. Оказывается, есть такая специальность. Оказывается, вам могут помочь квалифицированные специалисты. Скажите, пожалуйста, на что вы обратили бы особое внимание вот первые дни жизни? Ребенок только появился на свет, вот еще в роддоме, или вот только-только привезли его домой. Что самое главное в этом деле? Ну, как врач, конечно же, любой неонатолог оценивает состояние ребенка, его здоровье, то есть работу всех, функцию всех органов и систем. Каждый день осматривается этот ребенок еще в родильном доме. И когда уже этот малыш идет домой, то есть при выписке, мы выписываем только здоровых пациентов домой. Это один из критерий выписки пациента домой. И при выписке даются определенные рекомендации родителям, как ухаживать, как кормить ребенка. На что обращается внимание? В первую очередь на благо состояния этого ребенка, на его состояние здоровья, на то, как он дышит, как у него бьется сердце, как он сосет грудь материнскую. Вот все. Скажите, пожалуйста, а когда стоит родителям начинать беспокоиться? Вот какие симптомы должны сразу их обеспокоить, что с ребенком что-то не так? Как правило, симптомы, которые могут их насторожить, могут уже проявиться дома. То есть уже с ребенком родители выписались домой. Попадая домой, они начинают очень беспокоиться. Что же теперь делать без медперсонала, без доктора? Не нужно беспокоиться. Ваш малыш сейчас проходит в этот период жизни, проходит период адаптации, то есть привыканию к внешнему миру, к жизни вне утробы матери. Его все функции, его организма, все его системы включаются и работают первый раз. Поэтому вести он себя будет абсолютно по-другому, чем взрослый человек, даже по-другому, чем маленький ребенок, то есть ребенок старше года жизни. Что чаще всего с ними происходит? А вот что происходит. Они спят, они едят, они плачут, у них болят животики, и они испражняются. Вот и все, что должен делать малыш в это время. Все другое, то, что выходит за рамки вышеназванного, уже должно насторожить родителей. То есть если ребенок беспокойный, плачет долго, не спит ни днем, ни ночью, или там с какими-то короткими моментами сна, если ребенок, у него понимается, скажем, температура тела выше 37,5, потому что до этого 36,5, 37,5, это нормальная температура для этого периода жизни. Если ребенок плохо набирает вес в этот период, или вообще его не набирает, если он не испражняется, это все должно насторожить родителей. Если он неправильно сосет, или, скажем, покушал, и все равно плачет, значит, он остается голодным, значит, техника прикладывания груди нарушена, ребенок остается голодным, мать остается с избытком молока в груди, что означает дискомфорт для матери, и также дискомфорт для ребенка. Вот эти самые такие вот наиболее часто встречаемые вопросы в этот период жизни ребенка все то, что беспокоят родителей. Конечно же, что еще их беспокоит? Когда надо гулять? Когда можно выходить на улицу? В какой период года? Там, скажем, холодное время года или теплое время года? Нужно ли его поить чем-то другим? Нужно ли его чем-то другим прикармливать? И так далее. Вот на эти вопросы вам ответит специалист моей специальности. Да, в общем, если вас что-то беспокоит, если вы в чем-то не уверены, знаете, есть неанатологи, которые вам помогут. Я думаю, что мы еще не раз с вами встретимся в этой студии и поговорим на многие другие интересные темы. Спасибо за эту беседу. Одна из главных тем у всех новоиспеченных мам это кормление малыша. И она всегда вызывает немало споров. Например, еще лет 10 назад врачи призывали всех мам организовать режим питания с первого дня и кормить ребенка по часам. Как вспоминают некоторые мои знакомые, дети требовали еду, они со слезами на глазах ждали, когда истекут положенные три часа перерыва. Слава богу, сегодня врачи не столь категоричны. Кормление по часам превратилось в анахронизм. Теперь они, напротив, считают, что деревенские мамы, кормившие детей не по часам, а по требованию, были правы. И это естественно, ведь для новорожденного получение пищи основа выживания. Если он не получает еды, тогда, когда ему требуется, то это приводит к тому, что он начинает чувствовать страх и незащищенность. Многие психологи утверждают, что именно в этом кроются истоки страха многих людей перед жизнью и неудовлетворенная потребность в любви. И на эту тему мы поговорим с еще одним гостем нашей студии. Это доктор хабилитат медицинских наук, профессор Департамента педиатрии Кишиневского государственного медицинского университета медицины и фармации имени Николая Тестемициану, директор клиники педиатрии городской детской клинической больницы Валентина Игнатенко, Черемпей Людмила Григорьевна. Добрый день. Добрый день. Спасибо, что посетили нашу студию. И так, поговорим мы сегодня о грудном вскармливании. Ведь это самое важное, это с первых минут жизни ребенка. Это главное, что дает ребенку силы для того, чтобы жить. Скажите, пожалуйста, в чем важность именно грудного вскармливания? Ну, приоритеты грудного вскармливания, они, их много. И, в первую очередь, грудное вскармливание дает возможность ребенку расти здоровым физически, развивать свою нервную систему правильно, то есть нервно-психическое развитие. Позволяет становлению иммунитета и развитию иммунной системы. Позволяет ему правильно адаптироваться в социуме, быть ближе с мамой, с родственниками. То есть позволяет ему развиваться гармоничной личностью. А в чем польза именно грудного молока? Грудное молоко – это средство, которое обеспечивает ребенку быть здоровым и правильно развиваться в переходный период. В период уже внеутробного развития. Грудное молоко – это целая биохимическая лаборатория. В грудном молоке содержатся белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества – все то, что крайне необходимо ребенку. Содержатся ферменты, которые способствуют перевариванию этих продуктов, потому что физиологическое состояние органов пищеварения именно таково, что грудное вскармливание позволяет ребенку расти здоровым в это время. Далее грудное молоко можно рассматривать как иммунологическую лабораторию, потому что в грудном молоке находятся антимикробные факторы, такие как секреторные иммуноглобулины А, секреторные иммуноглобулины G, лизоцины и множество других факторов, которые способствуют защите ребенка от инфекции. Представляет собой еще грудное молоко и факторы иммунной защиты, такие как лимфоциты, цитокины, другие факторы, факторы адаптации. Грудное молоко содержит бифида и лактобактерии, которые способствуют становлению нормальной флоры кишечника. Они способствуют становлению иммунной системы. Грудное молоко содержит олигосахариды, а их более 900 формул. И они способствуют нормальному прохождению пищи по желудочно-кишечному тракту. Препятствуют или делают профилактику таких состояний, как инфантильные регургитации, то есть срыгивания у детей, которые очень часто в этом возрасте, кишечные колики. То есть грудное молоко, оно обеспечивает нормальное, гармоничное развитие ребенка вот в периоде и новорожденности, и в периоде первого года жизни. А в настоящее время ВОЗ рекомендует грудное вскармливание до двух лет. Конечно, с введением прикормов, с дифферсификацией, но вот рекомендации идут грудное вскармливание до двух лет. Далее. Грудное вскармливание, оно способствует этой связи мать-ребенок на всю жизнь. Дети на грудном вскармливании лучше адаптируются в социуме. Они меньше подвержены действию улицы и других неблагоприятных факторов. То есть вот IQ у них развито лучше. То есть когнитивные, такие умственные способности. То есть ребенок будет расти здоровым на радость родителям и семье. Именно правильное питание и правильное развитие ребенка в этот период дает возможности предотвратить во взрослом состоянии такие заболевания, как метаболический синдром, включая ожирение, диабет сахарный, значит, артериальную гипертензию и другие онкологические заболевания и другие неблагоприятные заболевания, которые, в общем-то, уже доказано, что при неправильном питании ребенка в раннем возрасте, при неправильном питании беременной женщины риск развития этих заболеваний довольно высок. Так что, дорогие мамочки и будущие мамочки, помните, насколько это важная тема грудное вскармливание. И вот, может быть, вы тогда посоветуете какие-то продукты, которые помогут улучшить качество материнского молока? Женщина, в принципе, должна питаться, соблюдая свой колораж суточный, его не превышая, потому что есть риск развития крупного плода. Далее, она должна получать и белки, и жиры, и углеводы, и фрукты, и овощи, и соки. Она должна получать, в принципе, обычное питание. Но, конечно, здесь идет акцент на белковую пищу, потому что это фактор роста для ребенка. Но следует еще раз упомянуть будущим мамам, что не следует, в общем-то, какой-либо продукт, вот их любимый, допустим, продукт, употреблять в большем количестве, потому что способствует аллергизации. И мамы, и будущего ребенка. Есть риск развития этого. Следует избегать избыточного употребления соли, избыточного употребления воды, скажем так. Но все должно быть в физиологической норме. Скажите, а есть ли какие-то особые средства, продукты, которые вы могли бы посоветовать, чтобы улучшить качество молока материнского? В последнее время фирма Нестле предлагает будущим мамам и мамам, кормящим, смесь «Мама и я». Чему она способствует? Эта смесь, она содержит пробиотики, так называемые. Это лактобацилус, ромнозус и лонгум. Они пробиотики чему способствуют? Во-первых, способствуют снижению аллергических заболеваний у детей, которые довольно часто встречаются в раннем детстве. Далее способствует становлению иммунитета у ребенка. Содержание полиненасыщенных жирных кислот, в частности омега-3, способствует лучшему умственному развитию ребенка. То есть, когнитивные его способности становятся более выше. Содержание фолиевой кислоты очень важного фактора, который предотвращает патологическое или врожденное заболевание нервной системы. Минералы и витамины, которые способствуют лучшей адаптации ребенка, лучшему развитию и профилактике уже таких заболеваний метаболических, как анемия, рахит, нарушение веса в виде сниженного веса или в виде ожирения. Поэтому смесь мама и я, она, во-первых, имеет очень хорошие вкусовые качества и очень, в принципе, необходима мамам для того, чтобы улучшить свое здоровье и улучшить, это имея в виду беременные женщины, и улучшить состояние здоровья детей. Но его следует принимать уже только после родов или это можно начать еще во время беременности? Можно начать в период беременности. То есть это тоже способствует... Это тоже способствует профилактике этих заболеваний, о которых я говорила, у будущего ребенка. Ну, как говорится, кто владеет информацией, тот владеет миром. Заботьтесь о себе, о своих детях. Спасибо вам большое за то, что вы так интересно и подробно раскрыли эту тему. Первый выпуск новой программы канала РТР Молдова «Детский мир» подошел к концу. Мы будем встречаться с вами каждую субботу и будем делать каждый выпуск еще лучше. Сообщайте нам о темах, о которых вы хотели бы узнать побольше. Называйте специалистов, с которыми вы хотели бы, чтобы мы пообщались в нашей студии. Ваши отзывы и пожелания мы ждем на следующие координаты. Номер мобильного телефона для СМС в сообщении 060-55-3434. Голосовые сообщения можете оставлять на наш автоответчик 022-253-033. Ну и, конечно же, пишите нам на электронный адрес детисобачка.ртр.мд. На сегодня это все. Надеюсь, было интересно и познавательно. До встречи в следующую субботу. С вами была Олеся Кайряк. Генеральный спонсор показа компания Nestle. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok